Саммит, который затмили и омрачили протесты. В Германии завершилась встреча лидеров Большой Двадцатки. Конечно же, там говорили об Украине. Все детали мы узнаем от нашего корреспондента Татьяны Лагуновой. Она сейчас с нами на прямой связи. Таня, добрый вечер. Расскажи о заявлениях, которые Меркель, Макрон и Путин сделали после переговоров и о том, что сейчас происходит на улицах Гамбурга. Ситуация на востоке Украины. Начать хотя бы с нулевого пункта. Это прекращение огня на Донбассе. Договоренности о встрече лидеров Нормандской четверки пока нет. Но вот телефонные переговоры квартета могут состояться уже в ближайшее время. Французский президент не так давно на своем посту. И это была наша первая возможность побеседовать втроем. До этого я специально позвонила президенту Порошенко, чтобы не сложилось впечатление, что мы говорим в отсутствии Украины об Украине. Это был процедурный разговор. Мы договорились, что хотим продолжать процесс реализации Минских соглашений. Хотя и признали, что он продвигается очень медленно. Что касается самого саммита Большой Двадцатки, то его работа уже завершена. Лидеры согласовали общее коммуникет, договорились бороться с международным терроризмом и протекционизмом. Но вот компромисса по вопросу климата так и не нашли. В документе закреплены две позиции Соединенных Штатов, которые заявили о намерении выйти из Парижского соглашения, и всех остальных стран Двадцатки, которые, и я очень этому рада, готовы как можно быстрее реализовать положение этого документа. Впрочем, больше, чем сам саммит, в Германии сейчас обсуждают протесты против него и ищут виновных. Дескать, как так получилось, что на безопасность выделили 32 миллиона евро, а в Гамбурге несколько дней царил настоящий хаос. Демонстранты жгли машины, громили магазины, забрасывали полицейских камнями и коктейлями Молотова. Чтобы взять ситуацию под контроль силовикам, пришлось привлечь элитное подразделение. Мародерство, поджоги, телесное повреждение. Ущерб имущества не имеет никакого отношения к политике. Это не протестующие, а преступники. Протестовали в Гамбурге и сегодня, но уже мирно на марш против насилия. Вышли тысячи людей. Наталья? Спасибо, Таня. Татьяна Лагунова о результатах саммита G20 в Гамбурге.